Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И сегодня я не один, как вы понимаете, а с экспертами, с которыми мы будем осуждать очень злободневную тему, очень важную, которая уже на протяжении больше чем 10 лет служит предметом, об которой ломаются копья, ломаются копья серьезных людей, докторов наук, профессоров, педагогов. Родителей. Это тема ЕГЭ, единого государственного экзамена. Плюсы и минусы ЕГЭ, а есть и такие, и такие у него стороны, побочные эффекты от ЕГЭ, обоснованность применения этой системы оценки знаний в нашей стране и в других странах. Вот это все те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, я надеюсь, с вами в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, делитесь своими наблюдениями, соображениями, ощущениями от сдачи экзамена. Родители вы, педагоги или, может быть, подростки, которые стоят на пороге сдачи или уже прошли. Это звоните, делитесь своими впечатлениями, своими наблюдениями и рекомендациями. Ну и теперь я представлю гостей нашей студии сегодня. У нас сегодня, знаете, такая ситуация, когда, как я уже сказал, сошлись лед и пламень. У нас есть преподаватель математики, преподаватель русского языка, то есть гуманитарий, физики и лирики. И у нас есть психолог. И так все по порядку. Юлия Александровна Хазова, учитель русского языка и литературы 53-й средней школы города Твери. Ирина Владимировна Тверякова, которая не только педагог, преподаватель, директор 4-й школы, действующий преподаватель математики, а также председатель постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике. Вот на этом поприще мы коллеги. И школьный психолог, человек с большим опытом, который знает, как это приходится, что такое сдать единый государственный экзамен, пройти все горнила. Это Егорова Надежда Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, эксперты. Давайте перейдем уже непосредственно к обсуждению предмета нашего сегодняшнего разговора. Я сразу скажу, что он не случайно родился, он буквально на днях один из уважаемых ученых мужей, не наших, не российских, а китайских. Мы знаем, что Китай сейчас показывает запредельные темпы роста, несмотря на то, что сейчас у них сложная ситуация с коронавирусом. Я уверен, что эти трудолюбивые и способные люди обязательно выберутся из этой ситуации. Мы уже видим, что скорость распространения ниже, чем в некоторых даже других европейских странах развитых. То есть они работают над этим трудом, мы видим, что за шесть дней больницы умудряются строить. Люди, которых трудолюбие, которых и способности вызывают должное уважение, заслуженное. Так вот, профессор Народного университета имени Мао Цзэдуна и член-корреспондент Академии наук КНР Цзынь Сыджан проанализировал данные об изменении уровня образования в 43 странах за последние 30 лет. Хорошую такую выборку сделал, ученый потрудился и пришел к, я бы сказал, удручающим для нас результатам. Он недавно выступал в МГТУ имени Баумана, один из ведущих вузов Российской Федерации, на конференции современной проблемы науки и образования. Так вот, оказалось, что эти проблемы перед нашей страной очень стоят рельефно. И один из таких залогов наших неудач, это вот как раз, с его точки зрения, единый государственный экзамен. Он назвал единый государственный экзамен главной угрозой развитию технологий в России и величайшей диверсии Запада. Ученый, стоявший у стоков создания реактора холодного синтеза, проанализировал данные об изменении уровня образования в 43 странах за последние 30 лет. Из приведенных академиков графиков видно, что страны, придерживающиеся традиционной системы экзаменов в средней школе, демонстрируют уверенный рост уровня подготовки выпускников в среднем на 3% в год, что, как мы понимаем, за последние 30 лет, которые он исследовал, позволило им поднять качество образования почти вдвое. А вот те страны, к которым была введена тестовая оценка знаний учащихся, аналогичная нашему ЕГЭ, она не везде так называется, они демонстрировали сначала медленный, а потом лавинообразный спад уровня знаний выпускников. Ну, там еще некоторые выкладки он интересные делал, этот ученый, но суть в том, что он назвал ЕГЭ катастрофой для образования. И как потом, когда мы изучали этот предмет, оказалось, что не только он. При этом мы понимаем, что есть и те, кто защищает единый государственный экзамен, те говорят, что у него масса плюсов, ну, из главных, то, что он помогает, как считается, обеспечивать антикоррупционные, так сказать, условия, что дети, во-первых, нет коррупции на сдачу экзамен, то есть нельзя договориться с педагогом, первое. Второй момент, это то, что единый государственный экзамен дает возможность детям и выпускникам каких-то малокомплектных школ, из районов, из деревень, получать, уравнивать шансы с теми, кто поступает из больших городов, вузов. Ну, и также еще там ряд обстоятельств, что он упорядочивает знания, подход, что он детей тренирует перед выходом в большую жизнь, показывает, что многое в жизни так вот схематизировано, и так далее, и так далее. Все эти вопросы мы сегодня давайте с вами и обсудим. Но я бы хотел Ирине Владимировне все-таки дать первое слово. Как у вас, вот на вашем опыте, вы возглавляете одну из крупных школ нашего города, четвертую, как я сказал, как вот вы считаете, если проанализировать знания учеников, их подготовку, ну, возьмем за последний... Вообще, Един государственный экзамен введен в 2009 году, да, был, начал просказаться. Ну, хотя бы за последние 10 лет. Как вы считаете, вот то, что сказал китайский ученый муж, это соответствует действительности, что идет спад уровня подготовки учеников из-за ЕГЭ? Знаете как, я бы сказала так. В глобальном смысле, да, именно так. Почему это происходит? Вот мы сегодня, ехав на передачу, разговаривали. Вот смотрите, ребенок выбирает для себя определенное количество экзаменов, да, он может выбрать минимум два русский математику, может выбрать там, ну, до семи, там, грубо говоря, да, он может выбрать для сдачи. Но что происходит? Если ребенок, допустим, поступает в технический вуз какой-то, ему нужна физика, математика, русский, три предметы, которые... Остальные предметы, он просто уже перестает готовить их в том виде, в котором подразумевается хорошая подготовка для хотя бы кругозора общего, нужная для того, чтобы дальше по жизни идти спокойно. Ну, потому что их не нужно сдавать на ЕГЭ. Ну, их не надо сдавать на ЕГЭ, все. Здесь момент еще, то, что нет понятия сейчас среднего аттестата, то, что эти знания, при том, что много говорится, метапредметные знания и так далее, но на самом деле на физике навряд ли понадобятся знания из английского языка и так далее. Ну, здесь очень много вопросов. Но самое главное, я бы не сказала, что прям катастрофа-катастрофа, хотя, возможно, к этому мы идем, да, но однозначно, что дети перестают говорить. То есть, по сути дела, как бы там ни вводили устную часть экзамена в девятом классе, когда у тебя ограничено времени, за три минуты посмотрел, пять минут ты наговорил и так далее. Это все равно какие-то рамки, правила, которые не позволяют раскрыть ребенка в его рассуждениях, в его логическом понимании процесса, произведения. Ну, не знаю, вот перестают говорить. Вот это дорогого стоит услышать от математика. Вы все-таки математику преподаете. Обычно математики менее озабочены этим вопросом, что ребенка рассуждает. Знаете, как, я вам скажу так, вот раньше был, после восьмого класса, после девятого сдавали устный предмет геометрию. Ведь геометрия тоже учит логики, да. И когда вот эта устная часть ушла, и осталось то, что ребенок сам с собой начинает там начертить, ну, я не знаю, я считаю, что мы многое потеряли, убрав устные части из экзамена. Хорошо, ваша позиция понятна. Юлия Александровна, как вы считаете, вот вы как представитель гуманитарной направленности, вы преподаете русский язык и литературу, как вы считаете, единый государственный экзамен, так ли он губителен? Вот я вам просто сейчас одну минуту приведу данные, что согласно докладу, в России падение качества образования за последние 10 лет составило более 60% из заведений ЕГЭ. Это именно с этим связывает. За аналогичный период в китайских школах, где ЕГЭ введен не был, этот показатель, наоборот, повысился на 39% уровень подготовки учеников. Есть ли здесь какая-то связь? Безусловно, в ЕГЭ есть и плюсы, и минусы. Но я, наверное, нахожусь на стороне тех, кто склонен защищать единый государственный экзамен. Потому что общее знание ребенок получает с 1 по 9 класс. И поэтому в 10-11 классе он делает уже осознанный выбор, когда, во-первых, убирает 10-11 класс. И он целенаправленно действительно начинает готовиться к поступлению в высшие учебные заведения и выбирает те или иные экзамены. Он максимально затрачивает силы, и это помогает ему впоследствии без проблем поступить в высшие учебные заведения. Я знаю, по практике нашей школы она не гимназия, не лицея, это обыкновенная средняя школа. Все дети, в общем-то, поступают именно в те учебные заведения, которые выбрали. И поступают на бюджет, как правило. Потому что показывают достаточно высокие баллы на едином государственном экзамене. Что касается творческого потенциала, то этот потенциал в 11 классе ребенок может показать, когда пишет сочинение по литературе. Оно существует, и здесь уже ребенок может показать как раз, как он может составлять связанный текст. Кроме того, на экзамене по русскому языку, я имею в виду единый государственный экзамен, помимо тестовой части, существует еще и сочинение. И несмотря на то, что существует определенная критериальная база, тем не менее, ребенок показывает свое умение при работе с текстом по русскому языку. Поэтому у экзамена очень много плюсов. Давайте еще продолжим этот разговор буквально через пару минут, поговорим о плюсах, а также спросим мнение психолога, каково это сдать единый государственный экзамен, потому что здесь еще и моральный аспект, психологический аспект. Теперь программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Я напоминаю, что вы можете позвонить в нашу студию по телефону 300-190 и задать любые вопросы относительно сдачи ЕГЭ, как к ним лучше подготовиться, на что нужно обратить первоочередное внимание, ну и также поделиться своими ощущениями, своими соображениями по поводу того, чего больше в ЕГЭ, плюсов или минусов. Именно эту тему мы сегодня и обсуждаем с экспертами. Я напомню, что у нас в студии учитель русского языка Хазова Юлия Александровна, учитель средней школы, номер 53 города Твери, Ирина Владимировна Терякова, директор школы, номер 4 города Твери, депутат Тверской городской думы, и психолог Надежда Сергеевна Егорова, школьный психолог. И вот вам как раз, Надежда Сергеевна, я хотел задать вопрос. Помимо того, что ЕГЭ может вызывать у профессионального сообщества, и у родителей, и у самих выпускников, и у самих тестируемых массу вопросов относительно его целесообразности, плюсов, минусов, есть еще и моральный аспект относительно того, насколько обоснованно то колоссальное напряжение, которое испытывают подростки, ученики, когда они готовятся к ЕГЭ и в ходе самого экзамена. Но сначала мы примем звонок, потому что у нас всегда приоритет в нашей аудитории, и послушаем вопрос от нашего зрителя или слушателя. Слушаем вас. Здравствуйте. Александр Анатольевич вас беспокоит. Очень приятно. Тяжело жить в эпоху перемен, когда мы оказываемся в такой ситуации. Вот американский один президент сказал, что Советский Союз имеет очень мощное оружие. Это оружие образования Советского Союза. И сейчас мы лишились этого оружия, мы сейчас перешли на новую систему, и, собственно говоря, ее, естественно, нужно модернизировать, ее нужно наводить до ума. Вот я как родитель могу сказать одно, что нам учителя в школе сказали, что родители подключать все свои ресурсы. Если имеете знания, интернет, кошельки свои подключайте, потому что школа не сможет справиться с вашими детьми. Поэтому здесь активность должна быть родителей. Конечно, как вы уже высказали, здесь уже... А ваши дети учатся сейчас в школе, они школьники, ваши дети? Да, у меня трое сыновей, так сказать, и вот сейчас один из которых готовится. И, да, действительно, более целенаправленное, можно сказать, профильное образование. Ну, здесь, конечно, вот... Александр Анатольевич, вы за ЕГЭ или против? Как вы считаете, в нем больше плюсов или минусов? Вы знаете, я не могу однозначно сказать. Я одно время был против, но вот сейчас я не могу четко определиться, понимаете? Потому что то, что есть... Да, конечно, если посмотреть на наших бабушек и дедушек, которые перед войной получали... Учились в гимназии, да, у них там отлично на этой оценке стоят. С ними никто не сидел, не занимался. То мы теперь получаемся в такой системе, что все напряжены образованием детей. И все-таки не достигаем того вот... Той эрудиции, которой были... Обладали наши, так сказать, деды, отцы. В этом-то все и дело. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш вопрос. По поводу эрудиции и качества знаний мы еще к этому вопросу обязательно вернемся, потому что это вообще, в принципе, самый главный вопрос. Но как бы нам с водой не выплеснуть младенца? Дело в том, что надо понимать еще и психологический климат, и нужно понимать те стрессовые ситуации, которые испытывает подросток. Насколько это обосновано? Задаем вопрос психологу. Ну, нужно прежде всего понимать, что любой экзамен — это стресс. Любой, какой бы он ни был. Но если рассматривать ЕГЭ, то ЕГЭ — это проверка не только знаний ученика, это проверка еще и работы учителей. И поэтому ЕГЭ — это стресс ребенка, помноженный на стресс учителя. И как бы ни хотелось, все равно все волнуются и все нагнетают эту обстановку. А подростку очень сложно справляться с этим самостоятельно, особенно, когда близкое окружение, а это прежде всего школа и родители, можно так сказать, нагнетают обстановку. Вот, учись. Часто подростки слышат такое мнение, что если ты вдруг завалишь экзамен, провалишь на ЕГЭ, ты не поступишь никуда. То есть ты будешь работать... Анатолия Сергеевна, вообще вот игра стоит свеч. Нужно ли вот этот ЕГЭ делать, чтобы вот так вот мобилизовать, может быть, школьников, чтобы они как-то активнее отнеслись к этому, более ответственно к сдаче этого экзамена? Или, может быть, сделать, как вот там в некоторых странах, например, в Израиле, там 4-5 оценок в год, или в полугодие ставят всего ребенку. А есть такие страны, где, ну, такой, знаете, вяло текущий экзамен. Он просто как бы размазан во временном пространстве. И от него не сильно зависит, поступишь ты после школы в ВУЗ или не поступишь. Там гораздо более... Вообще есть разные системы образования, но есть такие страны. Я вот могу сказать, что, например, ну, даже в той же Германии, даже в Великобритании, там гораздо более сложно. Там, закончив школу, это еще не значит, что ты автоматически имеешь право поступать в ВУЗ. Тебе нужно проходить определенные курсы, которые могут на 2-3 года растянуться. В США там еще более сложная система. В Германии есть нюансы. Причем в разных землях разные. А вы не считаете, что, может быть, сделать как? Как одна из политических партий у нас предлагала в Государственной Думе. Может быть, сделать дифференцированный подход на выбор, что кто-то, кто хочет, сдает ЕГЭ, а кто не хочет, тот сдает обычный экзамен, как мы сдавали в Советском Союзе. Ну, мне кажется, это неправильный подход. Почему? Потому что очень много подростков, которые путаются в выборе своем. Им объективно подойти, оценить ситуацию они не могут. Они будут ориентироваться на других, на друзей, на знакомых. А прежде всего, что нам нужно сделать? Нам оценить надо качество знаний детей. С этим согласен. Ирина Владимировна, как вы считаете, действительно, нынешние подростки не читать тем, которые были 25 лет, выходили из еще советских, полусоветских школ того периода? Это другие дети? Их действительно нужно как-то подстегивать, мобилизовывать, чтобы они сдавали экзамены? Ну, это, во-первых, совершенно другие дети. Кстати, к вопросу, возвращаясь Надежде Сергеевне, я бы еще сказала, что это стресс, помноженный на многогратный стресс родителей. Это в первую очередь. Как один сказал французский кинорежиссер, по-моему, сказал, учителя, задавая домашнее задание детям, попадают в их родителей. И это действительно так оно и есть. Да, фактически так. Так вот, все-таки, этот экзамен, мы сейчас говорим про экзамен, я вас сбил, но я понимаю. Я все-таки хочу сказать, эти дети, которые сейчас его сдают, так им и надо? Это другие дети? Это абсолютно другие дети. Знаете, они, конечно, в плане детей, которые были 10 или 15 лет назад, мы не берем дальше, да? Они гораздо... Вы сказали, они другие. Какие они сейчас? Они более информатизированы, что ли, вот так вот я применила. Они могут искать очень легко информацию, быстрее, чем мы даже ее с вами найдем, да? Настолько быстро. Причем даже догадываюсь, где они, в библиотеке. Нет, конечно. И это тоже одна из проблем. То есть, они не умеют работать, на самом деле, с книгой и так далее. Но, с другой стороны, надо ли это, когда есть в электронном ресурсе все и так далее? Это уже другого разговора. Но суть в чем? То, что сейчас зачастую, получив очень быструю информацию из интернета, она для них является информативной на эту секунду. И не более. Нету памяти этой. В силу того, что у них нету зрительной памяти, слуховой, вот в это восприятие. Вот только побыстрее, побыстрее, все. Они набрали. И это не остается, как правило. И это не позволяет им зафиксировать, ну, так скажу, на подкорке мозга, да? Им не позволяет вытащить в нужный момент эту информацию, какой-то тот или иной кусок знаний, да, для того, чтобы применить в нужной ситуации. И такие дети должны сдавать ЕГЭ. И такие дети должны сдавать к ЕГЭ. К сожалению. Ну, так это беда. Вот вы знаете, что, как сказал один известный писатель, телеведущий, он сказал, что дети – это экзамен родителей перед Богом. Да, вот совершенно верно. Правильно, абсолютно сказал, что в любом случае, в любых неудачах, в любых каких-то там сбоях, это сказал Андрей Максимов, он сказал, что виноваты родители. Понимаете, не дети себя образовывают, не дети себя воспитывают с самого начала. Да, это воспитывают родители, все-таки на них лежит ответственность. Я понимаю, что наши дети нынешние, а у нас у всех практически, да, почти есть дети, и у кого-то их образовывают, у кого-то свои дети, у кого-то племянники и так далее. Все так иначе есть дети знакомые и близкие школьного возраста, как вот нам зритель позвонил, у него трое сыновей. Примерно мы все представляем, о чем идет речь, о каких детях. Мы с ними общаемся, мы общаемся со сверстниками, с их подростками, с друзьями. Примерно, да, какой-то портрет вырисовывается. Действительно, дети, ну, вот такой усредненный, который черпает информацию из вот этого мира электронного. Мы с такими вызовами не сталкивались, и вообще человечество никогда не сталкивалось с такими вызовами, как вот этот гигантский информационный поток, когда мы были, ну, мы тут условно, как бы из советского прошлого, а наше детство там протекало, за исключением, может быть, нашего уважаемого психолога. Мы понимаем, что тогда у нас было три программы на телеканале, и когда какой-то художественный фильм, мы за две недели его карандашиком в газете обводили, и ждали, чтобы его увидеть, и потом долго-долго переваривать, да, мы ходили в кино, платили 15 копеек, чтобы заплатить, и говорят, теперь они в день смотрят пять фильмов, они просто шалеют. Или там «Белый бим, черный ух», когда собираются по пять человек в одной квартире, смотрели, и дальше обсуждали, и так далее. А теперь они просто вот этим задавлены информационным потоком, это, конечно, очень тяжело, это те вызовы, с которыми мы не сталкивались, мы сами не знаем, что с ними делать, а тут на нас еще... Но на самом деле, посмотрите, даже с фильмами, вот они посмотрели фильм, выходят, ну, я имею в виду сейчас какой-то боевик, какую-то комедию там или что, а чем фильм? А основную мысль-то и не уловили. Вот этот экшн, вот стрельба, вот здесь, или там какие-то там любовные сцены, не суть важна. Ну, про художественные составляющие фильмов, это я вообще молчу, какие сейчас выходят, и какие у нас иногда поднимаются просто на руках, говорят, что это образец там мирового киноискусства, ну, например, я не знаю, я не генокритик, но есть вопросы. К сожалению, вот и родителях вы подняли вопрос, это на самом деле, это очень большая проблема, потому что сейчас родители, да, возможно, они поставлены в условия, что надо зарабатывать и так далее, но это не позиция, что я ребенка накормил, напоил, а вашу школу делаю учить. Ну, это тоже, я хотел бы вернуться все-таки к единому государственному экзамену, к нашей теме. Вот Юлия Александровна такой, ну, отметила плюсы в этом экзамене, потому что дети более подготовленные стали. Мы вот даже за эфиром говорили, за рамками, я говорю, так все-таки, если проследить динамику, у вас количество поступивших стало больше со временем, за последний день или меньше, за последние 10 лет? Да, больше стало. В целом, как бы, балл повышается? Повышается. У вас серьезные баллы, покажут ученики вашей школы, там, 70, да, по-моему, сказать? 78. 78, это очень высокий балл. Значит, получается, что, коль скоро у нас в нашем государстве действует система ЕГЭ. Дети постепенно, ну, за последние, там, 10-8 лет, я так понимаю, адаптировались к этой системе. Она стала им достаточно комфортно. Уже, ну, как бы, некое такое поколение выросло новых детей за это время, которым ЕГЭ понятен, близик и, в общем-то, адекватен, да, их восприятию. Но мы понимаем, что, с другой стороны, мы можем увлечься этим процессом, и все-таки нельзя сбрасывать со счетов то, что говорят вот ученые. Вот Садовничий, ректор нашего ведущего вуза, сказал, что дети, приходящие из школ, они не готовы к вузам. Мы, говорит, один-два года их только дополнительными курсами подтягиваем. Мы их аккомодируем, адаптируем к новой системе образования. То есть, получается, что у школы, я не утверждаю, я спрашиваю, получается так, что у школы главное ребенка надрессировать, натаскать, лишь бы он заполнил вот эти вот ЕГЭ, ну, упрощенно говоря, вот эти клеточки, как в кроссворде, попал в нужное отделение, да. А уж что там с ним будет в жизни, как он там пригодится, насколько его будут востребованы, вот эти знания применены в вузе и дальше в жизни, это как бы школу не волнует. У вас не складывается такое ощущение? Ну, я могу говорить только о таком предмете, как русский язык. Конечно. И знания по русскому языку, я думаю, будут востребованы всегда, и даже если ребенок поступает в какой-то математический, технический вуз. Поэтому, когда вот мы, ну, существует такое слово по отношению к ЕГЭ, натаскивание, да, не очень красивое слово, но, тем не менее, оно существует дрессировка, натаскивание, да. Но дело в том, чтобы надрессировать ребенка по русскому языку, чтобы он поставил нужную галочку в нужную клеточку, он должен повторить весь курс орфографии, весь курс пунктации, грамматику, синтаксис, морфологию, речь, и только после этого он поставит нужную галочку в нужной клеточке. Ну, вот, Надежда Сергеевна, вы рассудите вот наш спор. Я считаю, что натаскать ребенка, чтобы он узнал орфографию, морфологию и так далее, да, все правильно. Вам не кажется, что сама структура мышления меняется, что человеку, ребенку главное, чтобы он заполнил клеточку, а не главное, чтобы аналитически подойти к освоению этого материала? Ну, к сожалению, сейчас и правда механическая часть, вот механические дети заполняют эти клеточки, иногда даже не думают. И тестовую часть, ну, вот, многие растерялись, многие поставили, а вдруг они поставили не туда, как бы, галочку, да. Может быть, он знал ответ, но, как бы, дать правильную оценку его знаниям, все равно до конца невозможно. То есть, он не способен критически, аналитически воспринимать материал. Мы приверемся и надолго дадим слово нашу аудиторию на себе звонок. Слушаем вас. Добрый день, господа. Я бы хотела высказать свое мнение. А представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться? Меня зовут Вера Ивановна, мне 75 лет. Очень приятно, Вера Ивановна. У меня внуки, дети и так далее. Слышим ваше, да, мнение. Вот мне бы хотелось узнать только одно. Когда в педагогические институты принимают людей, они должны как-то соответствовать? Вот когда будут принимать людей по конкурсу очень серьезному, платите много денег, вот тогда мы сможем говорить о другой проблеме. ЕГЭ, экзамены, как угодно. Но когда с нашими детьми встают рядом люди непрофессиональные, даже не люди, вот тогда нечего-то... Ваши вопросы и мнения понятны. Вера Ивановна, спасибо, я понял. То есть у вас даже не столько мнений, не столько вопросов, сколько вы просто говорите о том, что недостаточно высокая подготовка педагогов, преподавателей. Это немножко другой вопрос, хотя он имеет, я думаю, какую-то коннотацию с тем, что мы, потому что это выросло новое поколение недостаточно, которые уже выпускники вот этих самых ЕГЭ. Мне сегодня, знаете, сейчас в соцсетях рассылают там всякие-то прикольные, как сейчас говорят, картинки, и там действительно реальные скрины с тетрадок родителей присылают, где, например, преподаватель начальной школы, ребенок написал глобус, она ему с зачеркнет, в конце пишет зе, глобуз правильно писать с ее точки зрения и так далее. Ну и по математике, есть вопросы. Я так справедливости разе скажу, что я сам тоже был педагогом, преподавал старших классов в школе, и образование у меня одно из, педагогическое. Я хочу сказать, что бытность мою, это было уже четверть века назад, когда я преподавал, были учителя с недостаточно высокой подготовкой, которые, в принципе, могли написать глобуз. Я считаю, что это не то, что прям вот так. Они, как правило, и уходят достаточно быстро из профессии. Да, с тобой согласен. Они просто не справляются, они понимают и непонимание коллектива, и родителей, и так далее. Но, кстати говоря, здесь же, вот мы сегодня говорили про вузы, да, вот то, что вузы дают поступать. Это я себе просто пометила даже. На самом деле, понимаете, процент поступления в вузы у нас реально вырос у всех в школу. Но проблема другая. После того, как они получили профессию, они не идут работать по этой профессии. Получается, что государство, по сути, деньги потратило зря. И мы-то зря отработали, на самом деле. Потому что к 10-му и 11-му они выбрали ЕГЭ по разным причинам. Это проще, или там хотели технически, и вдруг оказалось. И вдруг ты видишь через какое-то время, что у тебя нормальные дети, которые окончили вуз, работают в магазинах. Это прекрасная профессия, безусловно, она нужна. Но явно ребенок получал профессию инженера, а не продавца. Вот мы сейчас подошли к тому моменту обсуждения, когда мы сказали о том, что, ну, по нашему предположению, что школа сейчас не учит учиться. Что школа, ну, вот так вот у нас возник. У нас здесь альтернативная точка зрения, здесь я говорю, что школа учит тому, чтобы человек просто превращался в зубрилку, который бы задалбливал, заучивал, задрессировал какой-то один-два предмета. И главная его задача, это просто верно на экзамене ЕГЭ заполнить вот эти вот клеточки, попасть как к раствору. Не, ну мы так не говорили. Чтобы попасть, нужно знаний получить. Мы уж так не говорили. Хорошо, нет, не надо. Ну, я, может, немножко утрирую, чтобы обострять тему, потому что я уверен, что и такие есть. Это, кстати, не только мое мнение. Это здесь я подобрал, сделал подборку, просто не буду сейчас аудиторию этим обременять. Но есть такие мнения, и в том числе, кстати, вот этот китайский ученый, он тоже считает, что именно так, что и людей просто превращают, детей превращают в машины, которые просто зазубривают что-то. Но мы понимаете, в чем нюанс? Я поясню. Дело в том, что одно дело, когда человек, правильно сказала Юлия Александровна, что когда человек, учась и готовясь к этому экзамену, он учит морфологию, синдекс, еще что-то проходит. Да, конечно, он это читает. Это у него не из космоса прилетает это знание. Но сам подход к постижению зданий, мы сейчас о чем говорим? Что человек должен хотеть учиться, знать, как учиться, он должен всем своим естеством стремиться к знаниям, а не к тому, чтобы просто настраивать себя на то, что он просто должен заполнить, ну вот как-то из какой-то оперативной памяти у себя вынуть, там по синдексу заполнить клеточку, по морфологии, еще почему-то. Когда человек жадно знания, можно сказать, пожирает их, впитывает себя, у него, мне кажется, все-таки по-другому к этому подходит. Он как-то ширеет, он как-то это подвергает аналитике, рассуждает, какие-то ряды выстраивает. У меня тоже ребенок школьного возраста, когда она мне читает какое-то правило, даже она у меня гуманитарий, читает даже правила по русскому языку, то я ей говорю, слушай, а перескажи мне вот то же самое, что ты мне сказала, там, ну не знаю, там, признаки, там, депричастий, там, что-то еще такое, перескажи мне теперь это, как ты понимаешь. Она не может. Она правила выученные, у нее это отбивается, там, как в граните отсекается, но своими словами она не может его пересказать, то есть она не понимает, что это. Она зазубрила, она верно поставит на ЕГЭ, наверное, куда надо галочку, но пересказать не может. А что важнее, аналитический подход, критический подход к знаниям или вот такое? Нет ли у вас такого ощущения, что мы сейчас разучиваем детей учиться? Ну, знаете как, мы... Почему ребенок впадает в стресс при любом экзамене? Потому что, как бы нам этого не хотелось, мы-то учим их с первого по одиннадцатый класс, но, к сожалению, дети пытаются вот эту вот программу ЕГЭ выполнить только за последние два года почему-то. А это все очень понятно, потому что у них такая мотивация. Вы же сами сказали, наши уважаемые эксперты, что, в принципе, ему, если он идет и выбрал себе там, не знаю, там что, русский и литературу, да, допустим, то ему зачем зубрить физику или географию или историю? Понимаешь, в чем дело? Здесь еще такой момент. Вот, например, как один верный ученый сказал, одно дело запомнить, если мы про историю говорим, одно дело, это не мои слова, заметьте, одно дело запомнить просто тупо, как говорят, даты про историю, да, запомнить. Вот тогда-то Наполеон, тогда-то Сафокл, тогда-то Аристотель, да? А другое дело запомнить эту информацию аналитически, то есть понять, что он в этот момент делал, этот человек, уже даже не столь важны вот точно вот эти будут даты, сколько понять, ну, как бы в масштабе историческом, что эти личности себя представляли и так далее. Мне кажется, это гораздо... Масштабы эпохи, да. Масштабы эпохи. Да, на самом деле. И мне кажется, вот такой человек будет меньше бояться экзамена, ну, такого нормального, как я его считаю, чем просто заполнение клетчика, потому что он в любом случае что-то расскажет. Вот этот известный ученый, известный телеведущий, и он, кстати, драматург известный, о котором мы уже сегодня цитируем. Да, Андрей Максимов. Он сказал, вот у него дочка поступала, он чистый гуманитарий, поступала в Америке, в институт. И она завалила математику при поступлении. Ее все равно взяли. А взяли почему? Потому что она блестящий результат... По другим предметам показала, да. А не получится так, что вот Юлию Александрову я хотел спросить, что, например, человек, который, ну, чистый гуманитарий, или наоборот, он, допустим, там, физик, что мы таким образом ему закрываем дорогу с помощью вот этого ЕГЭ для реализации себя в других, на других поприщах каких-то. Очень сложный вопрос. Сложно. То есть, на самом деле, да, зависит, наверное, прежде всего от личности ребенка, от того, в каком социуме он находится, потому что очень важна роль учителей и роль родителей при выборе будущей профессии. Ребенку действительно очень сложно сориентироваться, смотивировать себя прежде всего, что он хочет. Когда они даже приходят в 10-й класс, у них есть дети, которые, ну, спрашиваешь, а куда ты хочешь поступать, а я еще не знаю. И вот наша задача здесь, конечно, максимально снять вот этот стресс, который испытывает ребенок перед экзаменами. Я, в принципе, всегда говорю, что самое ценное – это человеческая жизнь. Все остальное можно исправить. Единый государственный экзамен, да, единый государственный экзамен – это всего лишь этап на вашем пути. Его нужно преодолеть. И бывает так, что действительно ребенок поступает в высшее учебное заведение, заканчивает его, а потом он начинает заниматься какой-то другой профессией, потому что он понимает, что это не его. И слава богу, если он может это все позволить, а потому что если он, например, получил образование, все-таки сделал ставку и, например, ИНЯЗ закончил, то его не возьмут в прокуратуру, потому что у него нет юрфака. А он, например, считает, что он прекрасный адвокат. Ну, мне кажется, это существовало и в советские времена. Как определить себя в будущем? Этот вопрос всегда стоял и перед нами. А вот давайте, Надежда Сергеевна, спросим. Надежда Сергеевна, вы практикующий психолог в школе. Как вы считаете, вот, кстати, очень тонкий и важный вопрос. Должны ли родители, вот так сказать, окормлять, напутствовать, подталкивать чада, ориентировать его, или это должен быть выбор ребенка абсолютно автономный? Ну, смотрите, личности ребенка, это все индивидуально. Конечно. Вот. И если ребенок сомневается, как бы, то родители — это те люди, которые на протяжении всей жизни воспитывают его, видят предрасположенность ребенка своего. Они могут посоветовать. Но я считаю то, что выбор должен делать ребенок. То есть если ребенок там видит себя прекрасно в изобразительном искусстве, в творчестве и так далее, нельзя его направлять на технические специальности. Ломать об колено и говорить о балду, иди, вот эти люди. Но для этого, я хочу сказать, для этого в школе ведь проводятся огромные работы. Мы же проводим профориентационную, не в плане даже профориентации, о которой мы рассказываем о профессиях. Это тоже очень важно. И часто бывает так. Вот у нас, например, даже есть несколько случаев. Ребенок выигрывал вплоть до региональных олимпиад по биологии и направлялся на всероссийскую. И вдруг девятый класс заканчивает всю жизнь, увлекался химией и биологией. И заканчивает все, я хочу экономистом быть. Например, такая история. Но сам факт, что мы проводим и тестирование, и обследование детей для того, чтобы определить, куда их больше тянет, скажем, какие склонности, наклонности и так далее, для того, чтобы хотя бы им направление дать. Отлично, Ирина Владимировна, отлично. Но что это повлечет? Ну, вот вы определили, что вот этот мальчик, условный Петя, он прям форменный музыкант будущий, допустим. Ну, или там, ближе возьмем, литератор, чтобы на литературу уклон сделать. Отлично. Что это повлечет? Он все равно точно так же станет перед выбором. Выбором, да. То есть, он не будет сдавать математику, он будет сдавать литературу. Знаете, я вам скажу, вот родители, на самом деле, зачастую направление ребенку дают то, которое они хотят. Потому что, как их видение, где можно больше заработать, где престижнее профессии и так далее. Такой прагматичный подход. Это неправильно? Нет, это неправильно. Почему? Потому что ребенок, на самом деле, вот когда вот так прагматично подходит, на самом деле неправильно. Я считаю, родители должны направлять только в одном случае. Когда ребенок стоит и не понимает, что делать. Вот он реально не понимает. Хочу быть врачом, хочу быть инженером, хочу быть бухгалтером. Бухгалтером, ну, неважно, строителем. Тогда родители уже просто определяют и говорят, ну, давай тогда вот сюда. Ну, понимая, что хотя бы какое-то высшее образование ребенок вытянет и поможет. Каких хорошо, если сами родители это понимают. Я думаю, что не всегда и родители могут с этим справиться. Но в основной своей массе, по опыту, который многолетний уже в школе, если родители настаивают, очень часто особенно, я хочу, чтобы мой ребенок был офицером. ПВО, ну, там, Ярославль, неважно, какой вуз там поступает. Вот заканчивается чем? Еще будучи вот эти сборы, казармы, которые вот они в июне их сажают, семь восьмых детей просто уходят. Потому что они не выдерживают этого прессинга. Они не для этого. Папе хочется вырастить настоящего мужика из сына. А он, к сожалению, он парень, он мужик, но с художественными наклонностями, или там, я не знаю, со строительными, с любыми другими. Более того, наверное, психолог подтвердит, что часто родители то, что не смогли сами реализовать в своей жизни, видят в это воплощение в детях. И пытаются через детей. Это неправильно? Конечно, неправильно. Потому что, когда маленький ребенок, ему можно еще навязывать свою точку зрения. Но рано или поздно придет взрыв, который просто приведет к тому, что ребенок уйдет с четвертого курса, с третьего. Ну, либо он подчинится и будет глубоко несчастным до конца жизни. То есть он будет такой дисциплинированный. Я ради мамы, папы на все готов. Я вот буду терпеть. Я хотел быть врачом, а я вот буду адвокатом, потому что там больше платят. Такие тоже варианты. Такие варианты, конечно. Ну, помимо той ситуации, что нам ЕГЭ диктует, дело в том, что тех сложностей, которые нам дает, дело в том, что есть еще и объективные реалии. То есть это законом у нас утверждена. Это система образования, единогосударственного экзамена. Что сейчас-то делать в этой ситуации? Нам что, пытаться как-то ее смягчать, эту систему? Мы знаем, что сейчас изменились критерии оценки. То есть они сейчас стали мягче. Я правильно говорю? Что сейчас немножко требования к ЕГЭ, потому что стали массово заваливать, грубо говоря, эти экзамены. Мягче они не стали, нет. Просто-напросто изменился немножко подход. Допустим, математику четко разделили на профиль и на базу. Вот это, это важно. То, что раньше, когда реально не могут быть все там условно в школе 120 выпускников, все сдать идеально математику на 5. Ну, это понятно. И есть предметы, вернее, факультеты, которых математика в принципе не нужна. Но все гуманитарные. Зачем? Знания базовые показали, все. Но есть другая проблема. Профильные настолько усложнили, что реально, я как математик говорю, при часах, которые положены, там, 4 часа математики в 10-11 классах, невозможно вторую часть подготовить в рамках школы. Почему вот родители звонил и говорят, что это и кошельки, и все прочее, репетиторы и так далее. Но, опять-таки, ЕГЭ, оно позиционируется, как что те, кто делает вторую часть вот этих заданий, это очень умные люди, талантливые, одаренные дети, которых можно выделить, увидеть с помощью этого же ЕГЭ. Вы знаете, у меня такое складывается ощущение, что вот у нас ситуация с образованием, как с медициной. Вот как у нас в медицине, хорошо или плохо? Если мы берем начальное, первичное звено, то все не здорово. Если мы берем медицину уже высших достижений, то, в принципе, она на уровне мировых стандартов. Например, Бакулевку, Склифосовскую и так далее. Там, в принципе, действительно оказывают помощь, которая сопоставима с тем, что могут в Германии и разных странах. Примерно так у нас получается и в образовании. То есть, те дети, которые такие мощные, пассионарные, заряженные, продвинутые, они пробьются, они ЕГЭ пробьют, и у них даже ЕГЭ им поможет даже еще больше лидировать, опередить тех, кто в связанных. Да, естественно. И даже повышать, повышать, и без того имеющие у них конкурентные преимущества. А масса других детей, которые менее, может, они еще не раскрылись просто, может, они дальше потом раскрылись, получается, что они в еще более невыгодной ситуации находятся. То есть, те пробьют ЕГЭ, займут отличные места за счет этих баллов, а у этих вообще, то есть, они останутся в стороне. Знаете, еще и зачастую, я на примере просто нескольких школ, я знаю такие, вот ребенок идет практически на медаль. Ну, там две четверки. Понятно, что он, может быть, медаль не получит, но, тем не менее, и, по сути дела, он готов к предметам для сдачи ЕГЭ. И вдруг ребенок на первом же экзамене выдает результат практически на уровне минимального порога. Второй экзамен такой же, третий экзамен такой же. Родители в панике рыдают, не справился со стрессом. Вот такая реакция организма. И таких бывает в выпуске один-два человека всегда, которые вдруг не справляются. Вот они, видя, у них, знаете, как стопор, состояние стопора возникает, и все. У нас и в прошлом году такой ребенок, который готовился в медуниверситет, который прекрасно на Олимпиадах выступал, и вдруг на экзамене показывает результат, который, ну, мягко сказать, не для поступления в ВУЗы, скажем так. Но я больше чем уверена, что этот ребенок поступит, закончив колледж, он поступит в медуниверситет, там все, научится преодолевать. Но вот к вопросу, возвращаясь к началу нашего разговора, о том, что очень жаль, что убрали вот эту устную составляющую даже при ВУЗах, потому что вот при поступлении всегда комиссия могла обнаружить, есть ли у ребенка знания и такие, что он может применить, и глубокие ли они. Задав какие-то наводящие вопросы, если даже ребенок стал в стопор, его можно всегда вывести из этого стопора вопросом, на который он сможет легко ответить, потому что у него эти знания есть. Но здесь уже вопрос к мастерству педагогов и психологов, наверное, школы, да? Кто принимает экзамены, это что же важно? У нас, к сожалению, вот так экзамены не принимают, он, к сожалению, на ЕГЭ-то пришел перед ним, вот, открыли пакет, он сел и дальше пошел, сам по себе работает. А ему, может быть, этому ребенку реально надо подойти, сказать, успокойся, там, то да сего. А это возможности-то нет, везде камеры и все прочее. А этому ребенку реально надо просто вот пять минут времени для того, чтобы с ним поработал педагог, поработал просто, сказал, давай мы с тобой сядем, посидим, открой, приготовь ручку, сейчас внимательно почитай там все, ты все это знаешь. Пять минут настроя, и он абсолютно. А иногда этого вот некоторым детям не хватает. Вообще, вот, кстати, Андрей Максимов, он верную вещь сказал, вот этот человек, который и телеведущий, и драматург, уже неоднократно цитируем и сегодня, он сказал о том, что, по сути дела, во время ЕГЭ у ребенка происходит у подростка первая встреча серьезная с государством, и государство с самых первых же АЗОВ, оно ему не доверяет, оно его подозревает, оно его ограничивает, его в такие условия близкие к тюремным, сажает, все отбирает, обыскивает в туалет. Металлоискатель, все право сопровождающий, но это, к сожалению, да. С таким враждебным покором сталкивается. А вы знаете, что это вот сегодня Надежда Сергеевна тоже сказала по поводу стресса, да, там, педагога, то, что их ученики, а на самом деле все те, кто сидят в комиссии, это тоже стресс, потому что тебя ставят в условие, когда ты должен этого ребенка, фактически, металлоискатель, он проходит, если он зазвенел, а что у тебя звенит, а где, а где, там, до туалета сопроводить, посмотреть, не открыли он там шпаргалки. Ведь педагогов-то ставят в такую же стрессовую ситуацию. Они выполняют роль, я не знаю, даже полицейских. У нас остается буквально минуты до конца эфира, уже хочется какую-то результативную резюмирующую часть подвести. Итак, единый государственный экзамен в масштабах страны показывает негативные результаты. То есть, в целом, уровень подготовки, но это по данным китайского академика, снижается в 30... А по нашим данным повышается. Здесь, наверное, вопрос лукавстой цифры. Далее, вы говорите, что это стресс, как сказал наш психолог, и для ребенка, и, как вы сказали, и для преподавателей, и для родителей, это тоже серьезный стресс. То есть, есть масса негативных последствий. В том числе, есть какие-то позитивные стороны. Каково будущее? ЕГЭ буквально в одном предложении. Что делать? Смягчать его, делать комбинированное его, возвращать что-то из советского прошлого. Что делать дальше? Однозначно не вводить больше никаких предметов обязательных, типа истории, иностранного языка и так далее. Усугублять еще это положение. Но и стоит пересматривать некоторые экзамены. И в девятом классе я бы, например, ОГЭ бы уж точно заменила на русский язык, например, устный. Когда ребенок четко все систематизирует, все знания выдаст и так далее. Спасибо. Принято. Наша программа подошла к завершению. Но мы обязательно будем следить за этой темой. Обязательно будем советоваться с экспертами, собираться в таком составе, в другом составе. Обязательно будем за этой темой следить, за динамикой развития. И, конечно, что в наших силах пытаться влиять на то, чтобы она изменялась в лучшую, в позитивную сторону. Спасибо всем и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова